А вы смотрите новости на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. Сегодня наш выпуск новостей посвящен трагедии. Утром при взлёте в аэропорту на Ринмару упал пассажирский самолёт ТВС-2МС. Он летел в направлении Хруты по расписанию. Авиакатастрофа произошла через несколько секунд после взлёта. Звонок о происшествии поступил в единую диспетчерскую службу в 10.30 по московскому времени. За считанные минуты к месту крушения в экстренном порядке выехали пожарные, спасательные, правоохранительные и медицинские службы. Началась эвакуация пассажиров и членов экипажа. Подробности трагедии в репортаже моей коллеги Валентины Чибичек. Это видео появилось в интернете буквально через полчаса после авиакатастрофы. На нём хорошо видно, как Ан-2 начинает крениться вправо, а затем стремительно падает вниз. Это произошло сразу после взлёта. Пассажирский самолёт совершал обычный рейс по маршруту на Ринмархо-Ривер-Харута. Через 6 минут после звонка в единую службу 112 на место происшествия выехали экстренные службы, пожарные расчёты, спасатели, сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Добраться до места крушения удалось сразу же. Самолёт упал недалеко от взлётной полосы. Пострадавших эвакуировали одного за другим. Всего на борту находились 13 человек, два члена экипажа и 11 пассажиров. В приёмное отделение Ненецкой окружной больницы доставили 12 человек. Одна женщина, 87-го года рождения, скончалась на месте. Глава региона Александр Цибульский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Это трагедия, которая произошла, беспрецедентная. Значит, сейчас будет организован штаб, который я лично возглавлю. Мы постараемся оказать всем пострадавшим максимальную помощь, ну а всем остальным постараемся оказать максимальную поддержку. Поддержку родным и близким оказывали психологи. Они работали в приёмном отделении. Пока пострадавших обследовали, пришло новое известие. От полученных травм скончался 4-летний ребёнок. Как нам стало известно, родители отправили его на Новый год к бабушке и дедушке. За жизнь остальных пациентов врачи продолжали бороться. У многих из них диагностировали тяжёлые скелетные и черепно-мозговые травмы. Спустя 5 часов в списке погибших появилось ещё одно имя. Литков Игорь Николаевич хорошо знаком с жителем округа. Опытный сотрудник кооператива ХАРП, неравнодушный к жизни своего родного посёлка Красное, факелоносец эстафеты Олимпийского огня. Он летел в Харуту на похороны. На предыдущем рейсе ему не хватило места. Пришлось взять билет на 19 декабря. Для спасения выживших в авиакатастрофе сотрудники МЧС предложили организовать транспортировку в столичные больницы. От МЧС, соответственно, поступило определённое предложение. Сейчас проходило заслушивание Национальным центром управления в кризисных ситуациях морской для необходимости оказания всесторонней и квалифицированной помощи тяжело больным, тяжело пострадавшим. Значит, министерство готово направить борт для проведения санитарной эвакуации. Помощь окружным врачам действительно понадобилась. В 15.40 в аэропорту Наринмара приземлился специальный рейс. На борту – хирурги, нейрохирурги, травматологи и анестезиологи. С ними всё необходимое оборудование. Прибыли специалисты из Архангельска, это 10 докторов, нейрохирурги, травматологи, хирурги, сосудистые хирурги. В настоящее время идут операции, подняли ещё двух пациентов на операцию. Сейчас готовятся к транспортировке наиболее стабильные больные, тяжёлые, но стабильные больные. Прибывшие специалисты приняли решение о госпитализации в Архангельскую областную клиническую больницу. Три пациента отправились в столицу Поморья вместе с врачами. Родные и близкие не покидают приёмного отделения ни на минуту. Ждут хороших вестей от лечащих врачей. На Харутинском рейсе летела учащаяся нашей школы Ирина Манзадей. Она летела на каникулы домой. Школа занимается отправкой детей. По населённым пунктам округа одна из наших учениц летела на Новый год. Как самолёт, так сразу приехали, конечно. Причём, когда он был перед взлётом, я ещё разговаривала. Это летело моё подруга детства, моё лучшее. Как сестра, родные, родные. По словам руководителя Наринмарского объединённого авиаотряда, предварительной причиной авиакатастрофы является отказ двигателя. Самолёт, находясь в процессе взлёта, потерял скорость и столкнулся с землёй. По факту жёсткой посадки следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело. На месте крушения Ан-2 работают следователи. Сейчас их главная задача – выяснить, что именно в полёте пошло не так. Эксперты обследуют не только обломки, но и допрашивают сотрудников аэропорта, чтобы узнать, как соблюдались правила безопасности полётов и есть ли в случившемся и вина наземных служб. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Сергей Качегов, Александр Дуркин, Телеканал «Север». 20 декабря в Ненецком округе объявлен Днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Наринмаре. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский по итогам прошедшего заседания оперативного штаба. Уже сегодня глава региона отменил участие во всех запланированных на ближайшие дни торжественных мероприятиях. Главам муниципальных образований в День траура рекомендуется также отменить все развлекательные мероприятия. На официальных зданиях будут приспущены флаги, телерадиокомпаниям рекомендовано внести соответствующие изменения в сетки вещания. На заседании оперативного штаба также был рассмотрен вопрос оказания поддержки семьям пострадавших и погибших. Об этом Александр Цибульский рассказал журналистам региональных СМИ. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших и погибших людей. Родственникам погибших будет предоставлена компенсация и средств окружного бюджета, и средств бюджета Заполярного района, а также и средств авиаотряда погибших порядка трех миллионов рублей на пострадавших порядка двух миллионов рублей. Утром Александр Цибульский побывал в Неницкой окружной больнице, где пообщался с врачами и родственниками погибших и пострадавших. На сегодняшний момент у нас больница обеспечена всем необходимыми медикаментами для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Ну и, как я уже сказал, необходимы узкоспециализированные специалисты также прибыли для того, чтобы оказать помощь. Часть из пострадавших, кому требуется особая помощь, и, кто может быть транспортирован в другие регионы, будут транспортированы в Архангельск и при необходимости в другие регионы России. Для этого есть договоренности со службами МЧС. В случае необходимости они окажут нам необходимое содействие. В администрации Неницкого округа организована работа горячей телефонной линии для родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе самолета ТВС-2МС. Телефон горячей линии вы видите сейчас на своих экранах. Как сообщили в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям, родственников пострадавших и погибших в катастрофе, проживающих за пределами окружной столицы, в случае необходимости доставят в Наринмар, где их разместят и обеспечат удобными условиями нахождения. Звонки принимаются в круглосуточном режиме. 20 декабря в Богоявленском соборе в Наринмаре состоится панихида по жертвам авиакатастрофы. Заупокоенное богослужение начнется ровно в 12 часов дня. На этом наш выпуск завершен. Субтитры создавал DimaTorzok